Вопрос сохранения экологии, а также переработка вторичных ресурсов и получения новых материалов, как никогда остро встает не только в нашей стране, но и по всему миру. Международная конференция «Энерго и материалы, сберегающие экологически чистые технологии» проходила в Гродно на протяжении двух дней. Сегодня были подведены итоги встречи. На конференцию приехали ученые не только со всей Беларуси, но и из Польши, России, Украины, Литвы и других стран. Они обсудили возможности переработки ресурсов с пользой для экономики. Ресурсы надо беречь. У нас, к сожалению, технологии пока такие ресурсоемкие. Мы никак еще не догоним развитые страны, чтобы материала было меньше в изделии, а по эксплуатационным свойствам оно было не хуже, чем это наше материалоемкое. Поэтому надо идти по двум. Надо новые технологии создавать, ресурсосберегающие. Ну а пока этот процесс еще длительный, научиться то, что у нас уходит в отходы, вернуть обратно. Такой международный форум проходит уже в десятый раз. Однако ученые не просто представляют свои идеи, но и воплощают их в жизнь. Например, Белшина воспользовалась одной из разработанных учеными технологий и заработала на изготовлении продукции из отходов резины около 750 тысяч долларов. Основными темами выступающих стали переработка вторичных ресурсов, например, резины или пластиковых бутылок, и сохранение экологии. А главной целью встречи стал обмен опытом и знаниями. Совместные проекты делаем. Даже вот с Центром Железного Бережения не так давно мы имели совместный проект по биомеханике, европейский проект делали. Мы с университетом тесно сотрудничаем. Наши ребята защищают кандидатские, докторские. Обмен идёт. Мы приезжаем сюда, они к нам. Наука не имеет границ, поэтому такие конференции помогают наладить личные контакты, а также совместными усилиями развивать сферу переработки отходов. Юлия Косила, Юрий Дубовик. Новости Гродно+.